Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Больше 700 миллионов рублей из городского бюджета потратят на перевозку пассажиров в Барнауле. На что конкретно пойдут средства? Годовщина радости и боли. Ровно 35 лет назад советские войска покинули Афганистан. Более 750 миллионов рублей из городского бюджета потратят на перевозку пассажиров в Барнауле. Больше половины пойдет на работу электротранспорта, остальное на трамваи и троллейбусы. Такие перспективы развития транспорта обсудили в Барнаульской городской думе. Так, перевозчики планируют приобрести 17 автобусов разной вместимости. А в планах у города создать автобусное предприятие на базе горэлектротранса для смешанной системы работы муниципального и частного транспорта. Общественный транспорт явно пользуется спросом у барнаульцев. Так, за 2023 год электронная система оплаты и учета проезда зарегистрировала более 80 миллионов поездок. Сегодня в Барнауле функционирует 79 пассажирских маршрутов, из них 68 автобусные маршруты и 11 маршруты электротранспорта. В Барнауле и в районах края устраняют последствия сильнейшей метели – отключение электричества, светофоров, проблемы на дорогах. Кто-то подсчитывает убытки. Накануне в индустриальном районе сорвало крышу с административного здания. Повреждено 10 автомобилей. Подробнее в сюжете Дарьи Ерошиной. Такие фото могли бы стать рекламой нового триллера. И это не туман, а мелкий снег и северный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Такая погода в Алтайский край пришла на смену короткому потеплению. Примерно сутки жители спасались от потопа. Такая картина в ветхих домах Барнаула. Люди спасаются тазиками и кастрюлями. Вода просочилась и в подъезды, а во дворах образовались целые водоемы. Похожая ситуация в поселке Южный, в подъезде водопады. В Заринске из-за воды в электрощитах в некоторых домах люди остались без света. Вот так вот электрический щиток Союза Республик-22. Вода бежит прямо на пакетнике. Потом снова грянул мороз и ветер. Ситуация на дорогах ухудшилась вместе с погодой. Пробки, заносы и низкая видимость. МЧС предупреждает, что поездки на дальние расстояния в такую погоду могут быть опасными. Так, например, на трассе Барнаул-Биск сдуло в кювет газель. Обошлось без пострадавших. И даже в некоторых населенных пунктах края жителям советуют не покидать дома. Так и в горнике. Быть мы не можем. Вот, и все грубо. Мы за вами. После метели в семи пригородных поселках Барнаула восстановили электричество. А вот крышу здания на Власихинской 133 восстановят не скоро. Как и эти машины. Кровлю с многоэтажки накануне сорвало ветром. По последним данным от МЧС, метель закончится уже 15 февраля. 16-17 числа Краевой гидрометцентр прогнозирует аномальные морозы местами до 38 градусов. Холода продержится почти всю следующую неделю на отметке до минус 30. Зато ветер стихнет. А с 23 февраля потеплеет до 14-20 градусов мороза ночью и пройдут снегопады. В прошлом году жители Алтайского края совершили 38 тысяч преступлений. Есть хорошая новость. Это на одну тысячу меньше, чем годом ранее. В следующем сюжете расскажем, какие преступления сейчас в топе, как себя обезопасить. А также, какой законопроект поможет спасти свои средства. Передаю слово Юлию Щепиной. Тяжкие, особо тяжкие преступления против личности и не только. Так, прокуратура Алтайского края накануне озвучила динамику преступности за 2023 год. Всего в прошлом году в регионе зарегистрировали 38 тысяч преступлений. В 2022 же этот показатель был на тысячу выше. Кстати, большую часть всех преступлений, а именно 40%, совершили в Барнауле. Положительной динамикой могут похвастаться 46 муниципальных образований края. В семи из них такое снижение превысило 20%. Это Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Солонешинский, Табунский, Топчихинский и Целинные районы. В некоторых районах, напротив, преступность возросла. Лидерами выступили город Яровое, Заринский и Суэцкий районы. Там показатель увеличился на треть. Краши разбойных нападений и угонов стало меньше. Однако сегодня процветает мошенничество. Их количество увеличилось на 29%. А именно в сфере информационных технологий. Вот одна из последних рабочих схем. Гражданам обращаются через мессенджеры и предлагают якобы трудоустройство, подработку курьерами. Так, ни о чем не подозревая, можно стать участником преступной схемы. И поехать забирать деньги, например, у такой же обманутой бабушки, которая передает свои средства в помощь родственникам, якобы пострадавшим в аварии. Граждане, выполняя роль курьера, приезжая до моих потерпевших, забирают денежные средства. Причем, по ряду уголовных дел мы видели, что 10% курьеры оставляют себе, и остальные перечисляют через банковские ресурсы на счета других соучастников преступной схемы. Нужно понимать, такая курьерская деятельность незаконна и грозит не только уголовкой, но и взысканием суммы причиненного ущерба. Были такие факты у нас и по городу Барнаулову установлены, и по городу Биску, когда в общем размере около 600 тысяч граждан теряли более 2 миллионов рублей. Вот в данном случае с курьеров взыскивалась вся эта сумма по решению суда. Еще одна стандартная излюбленная схема – ссылки на псевдоголосование. Так злоумышленник может получить доступ к персональным данным и, например, оформить кредит. Иногда мошенник может находиться за пределами страны, счетов, на которые переводят средства, может быть множество. Поэтому раскрыть онлайн-преступление, наказать жулика и вернуть деньги жертве порой практически невозможно. Прокуратура Алтайского края еще раз напоминает, что так называемых безопасных счетов, счетов, куда якобы можно перевести денежные средства для того, чтобы не стать жертвами мошенников, их просто-напросто не существует. Есть и хорошие новости. Осенью прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроекта «Самозапрете на кредиты». Человек сможет установить в своей кредитной истории запрет на взятие займов. Новые правила не распространяются на ипотеку и автокредитование. Если вопреки ограничению на клиента все же выдадут кредит, то в этом случае сам банк будет нести ответственность. Снять ограничения тоже можно, по желанию. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 июля этого года. Эксперты не выявили глистов в рыбе, который кормят пациентов в Центральной районной больнице Бийска. Напомним, одна из жительниц Наукограда накануне пожаловалась на пищу медучреждения в социальных сетях. В ходе спора с врачами она утверждала, что белые ниточки в рыбе – это не кости. В больнице собрали специальную комиссию, которая заверила, что в тот день блюдо из рыбы, как и всегда, прошло термическую обработку в жарочном шкафу. Пробу снял врач, и пища поступила в отделение. Также в больнице говорят, что в день публикации фото в социальных сетях ни один другой пациент не жаловался на качество пищи медперсоналу. Частные трубы стали камнем преткновения социальной догазификации в Барнаульском микрорайоне Мирный. На его жителей подает в суд основной абонент или, иными словами, компания владелец сетей. Людям, которые уже подключились к газу, она выставила приличный счет. Но законны ли такие действия? Смотрите в сюжете. Вот наша газовая труба. Год назад мы подключили газ, и практически сразу нас подали в суд. Недолго Наталья Гордеева и ее семья радовались тому, что долгожданный газ зашел в дом. Компания СИПТЕХПРОМ, владелец трубы, в которую сделали врезку, начала требовать, чтобы в течение двух недель люди компенсировали 150 тысяч рублей. А после основной абонент и вовсе подал на Гордеевых в суд. Правда, в иске сумму снизил до 98 тысяч. Но от этого не легче, говорит женщина. Он объясняет, что мы не вкладывали средства в этот газопровод. Хотя изначально, когда-то, давно-давно, лет 10 назад, мы вкладывали средства в этот газопровод. Когда он предполагался на самом начальном этапе, в 2013 году. Одни семьи еще 10 лет назад за прокладку магистрали заплатили по 45 тысяч рублей. Гордеевы в общей сложности отдали 135 тысяч. Однако газ в итоге завели в дом, лишь когда стартовала бесплатная программа дегазификации. Но даже после этого семья осталась должна. Газпром сделали все быстро со своей стороны. Они заключили договора, и у нас очень много жителей заключили договора с Газпромом. И СИПГАЗ-эксплуатация, то есть трехсторонние договора, были заключены. Все сделали быстро. И компания, которую Газпром наняла, они тоже все быстренько приехали, сделали газовые сети. Мы довольны, живем с газом и радуемся. Но вот подводит та ситуация, что объявился владелец газовых сетей и требует с нас денег. Мы отставим все-таки позицию о том, что граждане были подключены в рамках социальной дегазификации. А это, в свою очередь, предполагает подключение безвозмездно к сети газового распределения. Но так не считает основной абонент газопровода. И отказывает во врезке в магистраль другим жителям поселка. Вот такие сообщения поступают людям от собственника трубы. С вашего района активно поступают заявки на бесплатное подключение к нашему газопроводу. Не тратьте время и не компенсируя затраты на его строительство и содержание, получить газ не удастся. Ничего нет бесплатного, где есть частная собственность. Собственно, ту же позицию озвучил руководитель компании Сиптехпром Константин Лешкевич, до которого нам удалось дозвониться. От официального комментария он отказался, но в ходе разговора пояснил, что в несправедливой, с его точки зрения, ситуации, справедливую точку как раз и поставит суд. По мнению юриста семьи Гордеевых, закон в этом смысле как раз однозначный. Если в населенном пункте есть газовые сети и технологически к ним возможно присоединиться, частник не вправе отказывать в подключении. Кроме того, с 2021 года за подведение газа к своему участку люди платить не должны. Это или за свой счет вкладывается только, или это помогут государство нам все-таки. Жители Мирного далеко не единственные, кто не может добиться положенного им по закону бесплатного газа. Большой газовый скандал произошел в Бийском Заречье. По данным информационного агентства «Атмосфера», весной прошлого года Бийским следственным управлением МВД был возбужден ряд уголовных дел о хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием при газификации домовладений. Любопытный факт. В деле рассматривается деятельность компаний, принадлежащих предпринимателю Константину Лишкевичу, одной из которых является все та же СИПТЕХПРОМ. Граждан это затрагивать никак не должно. К чьим сетям это было подключено. В данном случае права жильцов не должны нарушаться такими нюансами. А пока разбирательства и судебные процессы продолжаются, жители Барнаульского, Мирного и Бийского Заречья продолжают оставаться заложниками ситуации, в которой законное право людей на бесплатное подключение долгожданного газа наткнулось на корыстное желание частных лиц нажиться на жителях. Достало уже. Это вот 10 лет эта тяжба идет. Вот они стоят, трубы как это. Музейный экспонат. По всему поселку причем. Окончательное решение по семье из Барнаульского поселка суд, скорее всего, вынесет до конца февраля. Гордеевы, как и все остальные жители микрорайона, надеются, что решение будет не в пользу частной компании. Наталья намерена отстаивать правду до конца, вплоть до Верховного суда. Иначе в Мирном по-прежнему не будет мирно без бесплатной дегазификации. Газ для многих в поселке так и останется голубой мечтой. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Ровно 35 лет назад советские войска покинули Афганистан. За десятилетнюю войну потери наших солдат составили почти 15 тысяч человек, а раненых более 53 тысяч бойцов. Сегодня в Барнауле состоялся торжественный митинг. Десятки жителей города пришли к мемориалу славы, чтобы отдать дань памяти солдатам, исполнявшим свой долг. 53 тысячи контуженных, порядка 15 тысяч советских солдат погибло. Такие цифры и спустя 35 лет вызывают ужас. Десятилетняя афганская война коснулась и Алтайского края. Около трех с половиной тысяч бойцов в 1979 году отправились в горячую точку. Многие из них получили правительственные награды. Трое из них звание Героя Советского Союза. Матери погибших со слезами на глазах вспоминает то время. Одна из них рассказала про своего сына-радиста. Он сопровождал колонны. Вернулся с войны с контузией и раненым. По ее словам, война очень сильно изменила сына. Это не тот мальчишка, который уходил. Все наши ребята приходили. Вы знаете, мы даже... Идет он даже в гражданке, но мы знали, что это оттуда парень. Они были совершенно другие. Это непередаваемо. Это не рассказать, это не передать. Я даже не знаю, как вам сказать. Единственное, что это... Он не успел позвонить в дверь, а я ему открыла. Это было пять часов утра. Сегодня в честь вывода войск из Афганистана состоялся торжественный митчинг и возложение цветов в память о погибших воинах. Действительно, в нашей памяти имена всех солдат и офицеров, которые встали за интересы своего отечества, за интересы своей роды и обеспечили решение задач, сложнейших задач, там, далеко от города. К сожалению, есть и потери. К сожалению, не у всех сложилась счастлива судьба по возвращению. Но наша память будет вечной. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана 15 февраля 1989 года. Именно в этот день и закончилась страшная война. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульские архитекторы показали предположительный облик будущего парка за торговым центром Европа. Эскизы вошли в альбом проектных решений для претендента на благоустройство в 2025 году. Руководит инициативной группой зеленый архитектор Андрей Атаджанов вместе со студентами АГИКа. По словам экспертов, в альбом войдут самые важные объекты инфраструктуры. Например, сеть дорожек, смотровая площадка, зона для фудкорта, малые архитектурные формы и арт-объекты, места для выгула собак, детская, игровая площадка, лестницы, визит-центр, санузлом, кафе. Причем это будут не стационарные объекты, ведь капитальное строительство на территории запрещено. Отдельно планируют обыграть водоем, который каждую весну образуется на дне оврага. Вдобавок, в будущем в парке может появиться центральная площадь с высотным акцентом. Если территория за Европой победит в конкурсе по благоустройству в федеральной программе формирования комфортной городской среды, то вполне возможно, что наработки инициативной группы реализуют. И на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...